В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте, смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В шутки в Новосибирской области не было смертельных инцидентов. Всего произошло 4 ДТП, 5 человек получили травмы. Инспекторы оштрафовали 26 пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте. 19 автомобилистов получили протоколы за то, что не пропустили людей, идущих по разметке. Столько же водителей перевозили несовершеннолетних не по правилам. 24 лихача незаконно управляли транспортом, у них не было прав. И еще 14 автолюбителей оказались пьяными. Хотя эксперты говорят о том, что количество пьяных автомобилистов на дорогах Новосибирска по сравнению с прошлым годом стало меньше. Однако тяжесть последствий таких нарушений растет. В 2023-м зарегистрировали 75 аварий с участием нетрезвых лихачей. 10 человек погибли и больше 100 оказались в больницах. Госавтоинспекция города на постоянной основе осуществляет как в постоянном режиме несения службы, так и в рейдовых мероприятиях по выявлению нетрезвых водителей. И напоминает всем участникам должного движения, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой как лишение права управления с наложением инициативного штрафа, так и за повторное управление уголовной ответственности. И в продолжении темы. А накануне вечером пьяный автомобилист устроил серьезную аварию, в которой пострадал ребенок. Инцидент произошел в Первомайском районе мегаполиса. 31-летний мужчина решил прокатиться на лендровере. Не справился с управлением. Иномарка на огромной скорости врезалась в припаркованный Рено. В этот момент в Сандеры были 40-летняя женщина и 10-летний мальчик. Пассажиров доставили в лечебное учреждение с многочисленными травмами. Инициатор ДТП отказался проходить тест на трезвость. По нашим данным, прав у него нет. Уже лишили за вождение в состоянии опьянения. За повторное нарушение ему грозит уголовное наказание. Ежедневно в нашу редакцию приходят сообщения от жителей из Китима. Люди уже устали жаловаться на многочисленные грузовики, которые заезжают под запрещающий знак, разбивают дороги и даже дома. Местные боятся, как бы и у них не рухнул мост, как это было в Базово. Ведь грузоподъемность переправы строго ограничена. Но по ней ежедневно проезжают десятки машин, явно превышающих лимит. На участке установили знаки и камеры, фиксирующие нарушения. Но проблему это не решило. От многотонников деформируется асфальт, летит пыль от ненакрытого щебня. Так еще и сами шоферы создают аварийные ситуации. К примеру, неадекватный водитель КамАЗа протаранил частный дом и сбежал. Хорошо, дом не купить смысл, а то зимовать бы негде было. Ну да, может купят новый теперь дом? Не может быть. Лаппырку. А? Ну да. Лаппырку. Ну а что? Это хорошо, правда, не в дом залетел. Ну а что? Лаппырку. Ты еще хода хорошо не сбил. К решению проблемы подключились и местные власти. Но пока найти управу на водителей большегрузов и владельцев грузовиков не получилось. А вот жители Затулинки всерьез обеспокоены из-за нашествия чужих автомобилистов в их дворе. Дело в том, что некоторые водители там проложили себе объездной путь, чтобы не стоять в пробке. Стойте! А где вы? А где вы, где вы, где вы? Да. Рядом гимназия. Дети выходят на проезжую часть во дворе. Из-за припаркованных машин их не видно. Некоторые школьники беспечно не смотрят по сторонам. Жители боятся, как бы ни случилась беда. Ведь и автомобилисты не всегда соблюдают правила. Особенно скоростной режим. Лихачи не останавливает даже лежачий полицейский. Кстати, в каждом пятом ДТП травмы получают несовершеннолетние. Такая статистика в Новосибирском районе области. Чтобы напомнить детям, да и взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения, инспекторы провели День безопасности. Возле машины ДПС огромная очередь. Каждый хочет посидеть в салоне и почувствовать себя настоящим полицейским. Ну а на соседней локации для гостей и любителей самокатов подготовили полосу препятствий. Исходя из летней статистики ДТП, у нас чаще всего это велосипедисты, самокатчики, которые именно попадаются под колеса автомобилей. Что нужно сделать детям, чтобы пройти вот эту полосу? Им нужно начать от старта, проехать змейку, доехать до нерегулируемого пешеходного перехода и по правильному алгоритму перейти его и обратно вернуться, соответственно, передать следующему эстафету. Попытать удачу в настольной игре, собрать светофор, нарисовать дорожный знак и разгадать загадки. В игровой форме участники отряда ЮИД рассказали детям правила дорожного движения. Ну а для взрослых инспекторы провели профилактические беседы. Количество аварий с несовершеннолетними на дорогах Новосибирской области выросло почти наполовину по сравнению с прошлым годом. По итогам 9 месяцев текущего года на дорогах Новосибирского района в каждом пятом дорожно-транспортном происшествии получили травмы различной степени тяжести несовершеннолетних детей. Подобные широкомасштабные мероприятия направлены на разъяснение норм поведения на дорогах, а также способствуют формированию транспортной культуры у взрослых и у детей. И на этом пока все. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на наш редакционный WhatsApp. Номер 8 983 510 20 05. Подписывайтесь и на канал в Телеграме экстренный НСК. А в студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До встречи в эфире ОТС. Базов будем оформлять.